Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Россия развернула на границе с Украиной более 40 искандеров. Целых 40 искандеров! Какие планы у Путина страшно даже представить. Если он собрался одномоментно пушить из этих орудий, то это будет серьезная катастрофа и вполне возможно та самая эскалация конфликта. Хотя не исключаю, что это может быть всего лишь показуха от Путина, как и с ядерным оружием. Белорусы в Варшаве провели акцию и показали Лукашенко, куда ему нужно засунуть его паспорт. Тут все отражено дословно. Сраку пусть его засунет. Ведь лукашенковская система нелегитимна. И все законы, которые Лукашенко изобретает, также не имеют никакой законности. И я тут говорю не про международное право. Я тут говорю про отношение белорусов к системе Лукашенко. Мы срали на диктатора и его хунту, на его законы и его порядки. Наша страна должна жить по-другому. И белорусский народ в 2020 году сделал свой выбор. Вчера в Гродно лукашенковские силовики провели специальную операцию по захвату особо опасного айтишника. Захватывали квартиру, как будто там реальный террорист находится. Куча людей набежала с автоматами. В общем, это было больше похоже на цирковую постановку. Страшную цирковую постановку. Но парня обвинили во всех смертных и несмертных грехах. Теперь на него, скорее всего, и дело какое-нибудь серьезное повесят. А потом будут удивляться, почему из страны люди бегут. Да потому что в Беларуси, даже если ты ничего не делал, нет никакой гарантии, что ты не окажешься в тюрьме. Ведь мусора теперь могут вымогать у бизнесменов деньги. А если бизнесмены эти деньги не будут давать, то они станут экстремистами. То же самое касается и айтишников, и всех тех, кто худо-бедно в Беларуси деньги зарабатывает. Россияне на своих аэродромах начали строить защитные сооружения с сетками, чтобы защитить свои самолеты. Российская Федерация, я повторюсь, еще раз собиралась Украину за три дня взять. А теперь вынуждены возле путинских домов ПВО выстраивать и ограждения на аэродромах. Лавров рассказал, как идут отношения с Индией у Российской Федерации. В общем, Индия купила у России нефть, но за рупий. То есть за собственную валюту, которую Российская Федерация не знает куда деть. И скорее всего, не скорее всего, а Индия уже сейчас предлагает эти самые рупии инвестировать обратно в Индию. В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения. И наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать. В общем, я не бизнесмен, но даже мне очевидно, что Индия сделала путинский режим на раз-два. Все остальные наши договоренности, включая по военно-техническому сотрудничеству, они в полной мере сохраняют свою силу. В Беларуси новые рекорды. Количество свободных вакансий. То есть смотрите, какая интересная система у Лукашенко. В Беларуси практически 0,1% безработицы, по мнению Лукашенко. Куда делись 500 тысяч тунеядцев? Ну, скорее всего, именно они, по мнению Лукашенко, и уехали из страны. Только вот одно «но». Вакансий становится все больше и больше. А предприятия распродаются, закрываются. ИП просто ликвидируется. И это говорит о том, что ситуация в белорусской экономике хуже и хуже. И знаете, диктаторы не волнуют, на самом деле, эти самые рабочие места. Потому что они, по факту, практически не приносят прибыли. Его основная прибыль – это попрошайничество. И кредиты у Путина. Вот откуда он сейчас берет деньги на поддержание экономики. И документы, которые были в средствах массовой информации, это подтверждают. Ведь именно Путин выделял Лукашенко деньги на якобы поддержание экономики лукашенковского режима. В нашей стране большая проблема. И эту проблему можем решить только мы с вами. В Осиповичах работает только один мусоровоз. На весь город один мусоровоз. И водитель подтверждает. И чиновники это не отрицают. Только вот люди вынуждены жить вот в таких условиях. Это антисанитария, а туда-сюда и какая-нибудь дизентерия, какая-нибудь кишечная палочка или еще чего-нибудь хуже. Они не думают о том, в каких условиях живем мы. Они думают только о себе и о своих условиях. Ведь будьте уверены, если бы у дворца Лукашенко стояла бы такая мусорка, но она бы больше двух минут не простояла. А здесь она может стоять месяцами. А в чем по факту разница? В Бресте на улице Ленина есть больница. И в этой больнице есть пациенты и клопы. И клопы как-то пытаются ужиться с пациентами или пациенты с клопами. И никого это больше не волнует. Человек опубликовал фотографии, которые просто ужасают. В общем-то человек может и умереть от аллергии, если у него на это аллергия. Но никого это также не беспокоит. Там мусором белорусов заваливают, а тут клопы поедают. Вот мусор не вывозят, человек заболел, поехал в эту больницу и помер. Вот такая вот она бытовуха белорусской реальности. Лукашенко собрал наихудший урожай за последние 6 лет. А это говорит только об одном, что Лукашенко понадобится импорт в страну. Также речь идет не только о зерновых, но и о картошке. Если с зерновыми, то Путин его выручит тем самым зерном, что они накрали в Украине. А вот что делать с картошкой, которую он закупал в Польше и в Украине, непонятно. В общем, скорее всего, скорее всего, это затронет продуктовую, продовольственную безопасность нашей страны. А диктатор Африки обещал еще помочь. И если они эту самую помощь примут, то ему придется отбирать у белорусов и отдавать в Африку. Вот интересно, какой Лукашенко сделает выбор. По-моему, всем очевидно, но просто спросим. Организация Объединенных Наций обратилась к Лукашенко. Вот все равно обращаются к Лукашенко с просьбами. Это просьба. Это в прямом смысле просьба. Они просят, чтобы Лукашенко отменил закон по поводу белорусских паспортов. Белорусский народ уже высказал свое мнение. Я в начале ролика об этом уже сказал. Вопрос только к ООН. Чего они ждут? На что они рассчитывают? Вообще, это самое верхнее мироустройство меня немного напрягает. Ведь диктаторы могут уничтожать целые народы. Диктаторы могут развязывать войны. А когда простой человек булку хлеба украл, потому что он голодный, он в тюрьму садится. Тут закон работает, а там закон не работает. И ООН обращается к Лукашенко. Лучше бы они приняли бы решение и закрыли все краны диктатору. Чтобы у него не было возможности ни оружия продавать в Африку, ни какую-нибудь санкционку обходить уже в Европе. Тогда бы и результата было больше. Вы поймите, тут не для нас, не для меня конкретно. Тут для всего мира. Ведь диктатор начал в 20-м году. Потом Путин ему протянул клешню помощи. И они объединились. Объединились и напали на Украину. Украина теперь отстаивает интерес всей Европы. Ведь если вдруг, не дай бог, произойдет так, что Украина не вытянет, то поверьте, Путин не остановится. Путин пойдет дальше. Ведь это уже история видела. Видела. А история, как известно всем, циклична. Поэтому пока они будут заигрывать, просить, договариваться, ничего не будет. Нам нужно свергать диктатуру. Иначе эта диктатура заполонит мир. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Если вы увидите санкционные товары, которые только-только завозят на территорию Белоруссии и России, тут же присылайте к нам в Телеграм-бот. Это крайне важно. Живей Беларусь! Слава Украине! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok